Одно из ярких воспоминаний Ольги Николаевны относится к ее детским годам. Вадим тяжело болел. Ему тогда не было и 7 лет. Он задыхался. Температура держалась на предельной отметке. Позвали профессора. Он сказал, что надо подождать, чтобы определить точнее, что это, скарлатина или дифтерит. Обратились к другому. Хотелось скорее помочь мальчику. Тот сказал дифтерит и назначил срочно сыворотку. Пока искали по аптекам противодифтеритную сыворотку, я позвонил этому профессору, который не спешил с выводами. Он сказал только, я вам этого не назначал. Надо решаться. Купили сыворотку, надо бежать к знакомой медсестре, просить ее ввести. На душе так тревожно и профессора никак не придут к единому мнению. Кому довериться? Медсестра обещала скоро прийти. Иду переулком. Молюсь, Матери Божией. Прошу вразумить, надо или не надо укол делать сейчас. Уже поднимаясь по лестнице, услышала, вернее, почувствовала ответ. Нет. Дома сказала, не будем вводить сыворотку. На меня посмотрели, как на сумасшедшую. Вошла сестра, я и ей повторила, не будем делать укол. Та облегченно вздохнула. Вадим метался в жару. Просил только, мама, не уходи. Кроватку его поставили среди комнаты, чтобы легче было дышать. Всю ночь я сидела около него. Кажется, ему стало легче. Он затих, заснул. Вскоре проснулся, открыл глаза. Мама, а кто у нас был? Никого. Ну как же, мама? Только сейчас. А кто? Такая прекрасная дама, такая прекрасная. И заснул. К утру показалась сыпь. Стало ясно, как лечить. Вылечили. Потом сказали, если бы тогда сделали укол, Вадим бы не выжил. А память о посещении, во сне или в забытии, он хранил всегда, хотя говорил о нем редко. Сердцем хранил. Еще одно воспоминание Ольги Николаевны о чудесном исцелении сына. Заболел Вадим. Тяжелая форма ангины. Высокая температура. Телефона в квартире тогда не было. Время позднее, около 11 часов вечера. Встала прямо на улице на колени и сказала, Матерь Божия, спаси моего сына. После этого вызвала по телефону автомату скорую. А когда вернулась, увидела, что нарыв в горле Вадима прорвался, и температура спала. Источник. Три встречи.